Что это делает отцовство вообще, отцовство слабым в его глазах. Что Бог не совсем всемогущий, что Бог часто отказывает, что Бог вообще почти всегда отказывает. А Бог будет не до конца Богом, если Он не покажет свою состоятельность. А как же у ненасытимости две дочери? Это трагедия. Мы хотим, как Иисус, быть везде. Я ловлю риск, потому что, скорее всего, я попаду потом под молотки всего окружения, которое сейчас вас атакует. Мне пофиг. Да, мне по барабану. Ну, я тоже, мне пофиг. Поэтому тут вопрос, мы пообщаемся, такая будет нейтральная площадка, тем более я не аффилированное лицо. И третье, хочется все-таки, чтобы у меня аудитория предпринимателей, в основном начинающие, действующие, и очень много нецерковных людей. Класс. И мы все-таки задача, чтобы мы проповедовали Евангелие Царства, которому вы учите. В принципе, я вообще тут полностью поддерживаю. Не сказать, что я там прям до конца все понимаю, знаю, но я в духе чувствую, что это здраво. Поэтому мы, в принципе, здесь и есть. Если у вас есть какой-то тоже цель, запрос, можете скачать, чтобы мы понимаем. Не-не-не, у меня запрос один. Я использую тебя, чтобы говорить с предпринимателями. Все, супер. Что мне, ну, в хорошем смысле используем. Мы друг другом же пользуемся. Ну, это нормально. Ничего личного. Нормально. Как говорят. Это нормально для меня. Просто я как живу. Я ищу, я всегда ориентирован, ну, у своего пастора научился на божественные встречи. То есть есть люди, на которых меня Бог показывает. Мне Бог показывает. Но я жду, когда Он это устроит. Потому что, когда Он это устраивает, это эффективно. По-человечески можно натянуть любую сову на любой глобус. Через этого выйдет. Чучело совы нелепое. Как бы и все. А когда это вот Бог сделал, тогда в этом есть эффективность. И поговорить с твоей аудиторией для меня и привилегия, и хорошая возможность, и неплохой тренинг. Ну, супер. Не, у меня кайф. Хорошо. Ну, я думаю, все равно какие-то моменты, потому что, ну, я задам все равно такие вопросы, да. Это не мои вопросы даже некоторые. То есть это вопросы, которые мы либо собрали, либо анонимно собрали. Класс. Это которые реально люди вам хотят задать. Ну, то есть и они как бы будут разные. Я вообще отвечаю на любые вопросы, кроме спальни. Ну, все, супер. У меня нет вопросов про спальню. Ну, давайте помолимся тогда, да? Помолимся. Ну, вы помолитесь, если что не говорите. Хорошо. Отец, мы благословляем это время, тебя, Божий. Мы просим, чтобы твой Божий дух был здесь, чтобы мы максимально могли послужить тебе, двинуться в духе Господь. И просто, Господи, пусть ты прославишься через это, чтобы, Господи, те планы, те цели, которые мы ставим пред собою и, Господи, пред твоим лицом, пусть они будут реализованы, и пусть ты будешь в этом. Отец, мы благословляем всех предпринимателей, благословляем команду, всю аппаратуру, чтобы все работало, чтобы было качественно это. И чтобы, Господи, мы могли просто, Боже, тебя прославить как можно сильнее через это. Мы благословляем всех врагов, недоброжелателей, всех хейтеров. Мы молимся, чтобы, Господи, Ты их достиг, открыл им, открою в свое время, чтобы Ты открыл истинность каких-то мотивов в сердце во имя Иисуса Христа. Отдаемся в Твои любящие руки. Аминь. Аминь. Хорошо. Так, ну, у нас получается, будет такой кадр. Вы в кадре, я в кадре. Ну, то есть, вот съемка. Да, как смонтируй. Ну, все, супер. Все, начинаем тогда? Все, хлопать надо. Хлопаем. Погнали. Друзья, я хочу пригласить вас на программу «Мышление Царства». Это моя авторская программа, в которой я собрал весь свой опыт в бизнесе, служении и финансах. Основная ее задача – переключить ваше мышление с состояния убытка и стагнации в состояние роста и изобилия. Пройдя эту программу, вы научитесь разбираться в финансах и вырастите в доходе. Найдете рычаги для роста и масштабирования. Разберетесь со своим призванием, миссией и служением. Эта программа не только для предпринимателей. Она подойдет тем, кто работает в найме и самозанятым. А также она идеально подойдет для лидеров и служителей церкви. Более тысячи людей прошли наше обучение и кратно выросли в доходе. Нашли свое призвание и умножились в бизнесе и служении. Я решил подарить вам доступ к одному из уроков «Мышление Царства». Посмотрите его, и тогда многое в вашем мышлении и бизнесе изменится. Ссылка в описании. Продолжение следует... Привет, друзья! Мы на подкасте «Бизнес по-честному». Сегодня у нас очень интересный гость. Вообще, я не нашел ни одного, более-менее какого-то, просматривая сильно много интервью. Хотя это очень медийный человек и очень человек, известный и в христианских кругах, и в бизнес-кругах. Сегодня у нас епископ Анатолий Гельманов. И мы сегодня приветствуем вас. Здравствуйте! Привет! Привет! Мы сегодня будем говорить... У нас будет непредвзятый разговор. По-честному, все, как мы любим. Будут разные вопросы. Это очень классная площадка, потому что здесь такой стык верующих людей, предпринимателей и людей вообще не церковных. Большое количество подписчиков, которые смотрят нас. И, может быть, для вас будет интересно узнать такую интересную судьбу и получить ответы на какие-то свои вопросы. Ну что ж, начнем. Повторюсь, что еще раз очень важный момент, что мы не подготовили вопросы. Анатолий не знает вопросов. То есть мы сегодня видимся вообще второй раз в жизни. Мы друг друга знали онлайн. Вот только вчера познакомились. Поэтому все будет по-честному. Все, как вы любите. Ну что ж, кто такой Анатолий Гельманов в 2024 году? Кто это? Христианин, муж, отец, друг, священник. Хорошо. Можете рассказать про, ну сейчас, ну факт какой-то, да? То есть, ну что сейчас есть, ну ваша деятельность, чем вы занимаетесь, чтобы тоже было более понятно нашим зрителям. Основная работа, конечно, это мое служение. То, во что я вовлечен 24 на 7, это и поместная церковь в Тольятти и небольшое количество, там порядка 10, может 12 дочерних церквей, которые тоже мы насаждали в свое время, которым есть необходимость служить. И есть труд проповедника, апостольский труд, в котором ты из-за призвания, который ты думаешь, я Бог, трудишься в разных регионах России, иногда за рубежом, в принципе, постоянно занят, 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 занят. Ну хорошо, что вы нашли время сегодня. И вот как раз про труд, да, мне очень нравится, кстати, слово труд. Недавно услышал такое высказывание, что пробуждение равно работа. Вот, и, то есть, что сегодня, ну вот, Анатолий Гельманов, чему он сегодня учит, о чем он сегодня говорит, ну вот так тезисно, коротко, если есть возможность, конечно, коротко сказать. То есть, о чем вы? Спасение, призвание, святость, посвящение, верность, жертвенность, во всем любовь. Супер. У вас жена и двое детей, да? Расскажите немного про семью свою. Нам 20 лет в этом году, нашему святому семейству, мы встретились в 2004 году, когда я приехал учиться на библейку в Тольятти. Юлечка моя, она работала секретарем в церкви. Как-то мы с ней встретились, поняли, что нужно пойти дальше, чем просто увидеться. Через три месяца у нас была помолвка, через четыре дня я начал служение в Тольятти, после помолвки. 13 мая было 2004 года. Буквально через два дня будет 20 лет моему миссионерскому труду в Тольятти. И 15 августа мы поженились, вот, с тех пор живем счастливы, родились двое деток. Юля вместе со мной служит в церкви. Плюс Бог ее еще поднял как пророка, спустя годы обучением у серьезного пророка, который сейчас уже на небесах. Вот, вся церковь на ней, она душа церкви. Я в своих сферах где-то там обитаю. Любим друг друга, продолжаем верить в друг друга, идем вместе в лучшее будущее. Как-то так? Вот, насколько я понимаю, это священническая семья, да, вы несете, то есть, там, одно служение, вы вместе делаете вот эту божью работу. Вот вы можете, как бы, там, для нас объяснить, что для вас священническая семья, кто это, что это за семья такая? Во-первых, это не просто мужчина и женщина, которые вместе живут, потому что мы разделяем дары и социальную позицию, если можно так сказать. То есть, может, вполне так сложиться, что мужчина призван в пастырский труд, а его супруга не призван, и она просто остается его помощницей, супругой, матерью его детей и просто верной спутницей жизни. Иногда бывает так, что и женщина может быть призвана в пастырский труд, но мы так верим. У нас, в нашем богословии это допустимо, и у него есть муж, который не призван в пастырское служение, и, естественно, он остается просто ее любящим мужем, заботливым отцом для их детей. У нас сложилось так, что мы оба, очевидно, призваны в пастырский труд, и она ярко выраженный экстраверт, и я в конечной инстанции интроверт, то есть для меня больше и важнее время быть одному, чтобы общаться с Богом, чтобы заниматься своей какой-то духовностью, да и просто самим собой где-то даже в процессах своих. Она всегда среди людей, с утра до вечера. Один раз, я помню, подарил ей новую машину, и когда через год увидел, что там больше 50 тысяч пробега на ее спидометре, я вообще был поражен. Насколько она в людях, если можно так сказать, она постоянно в людях. Какой бы ни был пакет телефоном ее тариф, и 3 тысячи минут, 5 тысяч минут, он заканчивается очень быстро. Если она не с кем-то оффлайн, то она с кем-то онлайн. Плюс еще много всех других у нее дел, и медийных сейчас дел, что много контента делаю для тех, кому мы интересны. И очевиден плод, когда мы видим результат, то есть фидбэк от людей, в жизни которых она поучаствовала как священнослужитель. Это, конечно, самый яркий показатель, когда человек говорит, она мне служила, и я сейчас там, где я сейчас благодаря Богу и благодаря человеку Божьему. И священно действие — это не заместить Бога в жизни человека. Священно действие — это помочь человеку идти с Богом вместе. Где-то просто поддержав, где-то направив, где-то показав своим примером, где-то, наверное, не где-то, во-первых, показав хорошее основание, которое есть только в Священном Писании. Ну и не забывая о том, что люди, как дети, они будут смотреть на то, что ты делаешь внимательнее, чем слушать то, что ты говоришь. Поэтому, оставаясь самому верным Богу и честным перед Ним, и чистым на основании Его, наверное, параметров чистоты или святости, как мы говорим, то Юля, она определенно человек Божий. А мне повезло, что она еще и моя жена. — Класс. Я этот вопрос задаю практически всем служителям, потому что меня очень радует и очень расстраивает, когда, знаете, бывает, да, есть поколение служителей, которые пашут, там, сеют, жертвуют, а их дети, их потом нет, там, ни в церкви, нигде, ни в служении. Сколько я знаю, ваши оба ребенка, да, ваши дети, они в служении, они служат. Я видел сына там, что он за кафедрой служит, еще какие-то служения. Почему это произошло? Ну, то есть, вот именно вашей семье, может быть, какие-то практические инструменты вы дадите, и как, за счет чего это удалось добиться? — Первое, наверное, что я бы хотел сказать, мы верим в династии, в династии служителей. Мир потрясающе воспринимает династии врачей, актеров, предпринимателей, кого угодно, но почему-то упущен вот этот момент, то, с чего, в принципе, началось в прообразе Ветхого Завета церковное служение. То, что произошло в израильском народе, когда Бог призвал Моисея и призвал Аарона как священника, то Господь сказал однажды, приведите Аарона к скинии собрания, переоденьте, омойте и помажьте, и также приведите его сыновей, чтобы они были мне священниками в роды и роды. То есть так зародилась, да, я верю так, что это была Божья мечта, чтобы священнические роды появились. И мы изначально с Юлией верили, что наша фамилия, это фамилия священнослужителей. И я абсолютно убежден, что по вере вашей дано будет, что Бог, Он был есть и во веки тот же, и у Него вполне себе в планах поколение священнослужителей. Да, мы смотрим на какие-то западные церкви или какие-то церкви пятидесятнические, которые прошли советское время, время гонений, выстояли. Мы видим там по три, по четыре поколения священнослужителей. Это яркий пример для нас. Мы восхищаемся тем, что они выбирали этот нелегкий путь священнослужителей из поколения в поколение в не лучших условиях. То для нас в демократическом обществе, в таком потрясающем месте, как Россия, грех бы было, наверное, не смотреть в ту же сторону. И еще одно, что для нас стало самым важным, это в моем ежедневнике первое, что высвечивается утром в моем смартфоне, это построить церковь, в которой будут служить наши дети. Мы понимаем, что люди взрослеют. Не то, чтобы стареют, даже некоторые стареют, к сожалению, но люди взрослеют. И так случается, что не всегда люди начинают жить в духе того сезона, который сейчас наступил. Люди привыкают к тому, в чем они родились, к тем веяниям моды, к тем взглядам, стереотипам, лекалам, скриптам, как угодно это не называй. Все это будет одно и то же. И я одно знаю, мне не было интересно в детстве в том, в чем жили мои родители, хотя они были очень молодые. Мои мама и папа поженились, им было 22 отцу и 20 лет маме. Это очень молодые люди. И у меня сыну через неделю с небольшим 19 лет уже. И мне не было интересно в том, в чем было интересно моим родителям. И естественно, из-за того, что у меня и не было интереса, и во мне не пытались его пробудить, но мне пытались каким-то образом, волей и неволей, навязать те же самые поведенческие формы, те же вкусы и те же взгляды. Начиная от одежды, когда тебя одевают в то, что ты носить не хочешь, заканчивая едой, которую ты есть не хочешь. И я понял, что я могу отбить у наших детей желание служить Богу, если я не буду ориентирован на тот сезон, в котором они будут расти. И это не значит, что я себя ломаю. Это значит, что я просто, то, что сказал Иисус, будьте как дети, я стараюсь быть вот в этом сезоне, чтобы приобрести молодое поколение, чтобы приобрести этих детей, подростков и юношей. При всем при этом я живу уже вторую половину своей первой сотни лет. И я должен бы, казалось бы, по возрасту выглядеть не так, как я выгляжу сейчас. Но мне комфортно в этом. Я не играю роль. И у наших детей есть пасторы с рождения, и это не мы. Я дома папа. Я не занимаюсь дома духовностью детей. Мы дома проживаем нашу семью. И мои дети видят, что то, какой я в мире, такой же я и в церкви, и такой же я и дома. Мне не приходится играть роль верующего, глубоко верующего, ни в церкви, ни в семье, ни в мире. И они видят, что я везде абсолютно один и тот же. И их это тоже привлекает, потому что дети любят честность и искренность. И их воспитывают с детства духовно их пасторы. Детские пасторы, молодежный пастор. И, наверное, благодаря вот этой вот совокупности вещей мы верим в династии. Мы строим церковь, в которой будут служить наши дети, не ориентируя на свои вкусы, а создавая ту атмосферу, в которой им будет, если можно использовать такое слово, прикольно. Хотя я знаю, что религиозное сообщество не очень любит сленговые слова. Но я воспользуюсь правом того, что мой микрофон включен и скажу, прикольно. Что им должно быть интересно, прикольно. И я вижу, как наши дети, они вовлечены в церковь с интересом. Мне ни разу не приходилось их уговаривать пойти в церковь. Наоборот, они в ней пропадают. Они живут 24 на 7. С самого своего осознанно мелкого детства. И сейчас, когда дочка уже подростком становится, а сын уже вполне себе юноша, который заканчивает первый курс университета уже. Наверное, вот так. Мы верим в династии. Мы строим церковь, в которой будут служить наши дети. Как только внук первый родится, я поменяю вывеску. И третье, у наших детей есть пасторы с детства, и это не мы. И мы доверяем. Супер. Очень интересный момент, который вы очень часто рассказываете. Про большое да и маленькое нет. Про то, что уже какое-то время вы учитесь, или уже научились, я не знаю, не отказывать своей жене и детям. Расскажите вот про это подробно. Это, кстати, ноу-хау. Я такого еще не слышал. Ну, нигде. И я, кстати, признаюсь, я это не от вас услышал. Мне об этом рассказал один наш общий знакомый, друг. Он говорит, вот прикинь, такая тема. И я попробовал. Это очень тяжело. Очень тяжело. Вот можно об этом. Может, тоже, я думаю, будет интересный этот пример. И почему вообще его так делать? Когда Бог сотворил первого человека и поместил его посреди сотворенного же им рая, Эдемского сада, и человек был допущен к абсолютно всем ресурсам Бога. Богу как таковому то, что мы называем ресурсами, не нужно. Он абсолютно самодостаточен сам в себе. Все, что сотворено, весь этот тварный мир, который мы видим, он сотворен для того, чтобы человеку на пути к Богу жилось максимально хорошо. Я так верю, потому что Бог добрый. И когда я смотрел на ту привилегию, в которой жил Адам, будучи служителем рая, и в оригинале это рабский труд, но не каторжный, а труд посвященного человека, скажем так, посвященного чужому, которое ты воспринимаешь как свое. И когда я смотрел на то, что Бог ему сказал, он сказал, ты пользоваться можешь всем, кроме одного дерева. Когда ты понимаешь, что ты не знаешь, какой размер был этого Эдемского сада, но ты понимаешь, что всего лишь одно дерево находилось под запретом, а все остальное, над этим было сказано божественное да. И ты понимаешь, какое большое да у Бога, и какое маленькое нет у Бога. И Новый Завет, это когда Иисус Христос стал последним Адамом. То есть, по сути, он вернул человечество в тот божественный ресурс, в котором опять было восстановлено божественное большое да, и маленькое нет. И маленькое нет, я верю для себя, что это грех. Что все, над чем Бог говорит нет, это то, что отдаляет нас от Бога, приводит нас к проклятиям, к разрушенности, к болезням, и в итоге кого-то может даже привести в ад, чего Господь абсолютно не хочет, иначе бы Он Иисуса бы не отдавал за нас. И когда я вдруг для себя обнаружил вот эти вот контекстные вещи взаимосвязанные, я почувствовал, что Бог обращается ко мне и предлагает мне быть как Он, иметь большой да к своей жене и к своим детям, и маленькое нет. И маленькое нет иметь в той же части. Если это их не разрушает, то значит их это созидает. Но мои дети не грешат, моя жена не грешит. Поэтому в моем случае нет вообще должно отсутствовать. И когда Господь предложил мне попробовать вот такую практику в наших семейных финансовых взаимоотношениях, потому что я мужчина, добытчик, и основная финансовая нагрузка в нашей семье, ну вся лежит на мне. Я не требую от супруги участия в семейном бюджете. Все ее и зарплата, и благословения какие-то, она абсолютно свободно распоряжаться этим сама, как и наши дети. Но это оказалось очень тяжело, очень тяжело. Это же может и в мелочах быть. А в том-то и дело, что все в мелочах. Жизнь как жизнь. И для детей обращение к отцу за какими-то финансами, которые им, как кажется, остро необходимы, а тебе, как кажется, можно этого избежать. И ты не прав в этой секунде времени. Потому что ребенок с детства растет в абсолютной вере во всемогущество отца. Когда дети спорят в песочнице по поводу силы своих пап, то побеждает каждый папа. Там ни один не признает. Да, каждый папа супермен. Каждый папа супермен. Папа может все, что угодно, только мамой не может быть. Слава Богу, мы пели это с детства, и это нам помогло в России. И я думаю, что вот этот момент, когда ребенок... Если ребенок сталкивается с твоим «нет», то это делает отцовство вообще, отцовство слабым в его глазах. И когда мы потом пытаемся переориентировать ребенка, вот этого человека, он с большой же буквы человек в глазах Бога, и мы пытаемся его приводить потом или отправлять его к небесному отцу, у него уже есть призма на отцовство. Что Бог не совсем всемогущий, что Бог часто отказывает, что Бог вообще почти всегда отказывает, что Бог крайне редко говорит «да» на мой запрос. И я не думаю, что это правильно. И даже больше я не думаю, что это истина. И еще больше я скажу, что я не думаю, я лично не думаю, что это правильный процесс воспитания через навязанную аскезу. Я считаю, что ребенок должен понимать, что папа в ресурсе. И я понимаю, при этом я понимаю, что не все на это способны. И тот момент, когда я начал это делать, я честно скажу, я не был на это способен. Мне приходилось доверять в этом тому, что мне открыл Господь об Эдемском саде и о последнем Адане. Мне пришлось доверять Богу, как ребенку, что он изменит мой ресурс, чтобы мое «да» звучало над детьми, потому что надо мной звучит его «да». Мне, как ребенку, пришлось измениться, потому что я вырос в такой же обычной советской семье, где жили от зарплаты до зарплаты. Была еда, была одежда в одном комплекте, а отдых был у бабушки на Урале в деревне. И это было потрясающе. Я был по-своему счастлив. Но немного подрастая, когда тебе хочется уже нравиться девушкам, у тебя появляются дискотеки, тебе хочется какую-то банальную шмутку или велосипед о мопеде или о мотоцикле, я вообще мечтать не мог, потому что велосипед не сразу получилось получить. И постоянно звучало это слово «нет», 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 «нет». именно в контексте финансов. И я понял, что во мне живет эта генетика отказа, и она не совсем божественная. Это делают хорошие люди, прекрасные люди. Мои родители потрясающие люди. Мама уже ушла к Господу, папа, слава Богу, живой. И я очень их люблю и искренне благодарен им за то, что они меня как могли воспитали. И они воспитали меня хорошим человеком. Просто потом я решил им не быть дальше в каком-то моменте. Но я понял, что мне нужно что-то изменить ради грядущего рода. И вот уже где-то три года я в этом живу, наверное. Ну, уже тайминг потерял, ну, где-то не меньше трех лет. И я ловлю себя на мысли, что дети растут, их потребности растут, и я вот в этом не успеваю за ними. То есть мое «да» все равно еще отстает. Я это делаю, но все равно вот эта тяжесть здесь возникает. Возникает. И я хочу, чтобы Бог дал мне благодать и через меня дал благодать тем, кому это понравится, чтобы мы вернули большое «да», но оставили маленькое «нет». И пусть это маленькое «нет» будет только в рамках греха или чего-то разрушительного, но пусть никогда наше «нет» не касается. обычных житейских нужд, радостей, маленьких праздников, пусть хоть каждый день. Не проблема. Ну да, здесь как раз, думаю, многие, кто смотрят сейчас эфиры, они задали бы такой вопрос. А как же у ненасытимости две дочери? Давай-давай, да? То есть не... Скармливает ли это ненасытимость? Ну, то есть у тех же самых детей, или у каких-то людей? Как вы думаете? Я... Ну, во-первых, ненасытимость — это порождение похоти. Для меня, я вывел для себя, потому что я не живу, скажем так, я не использую ресурсы на том уровне, на котором у меня есть возможности. Я всегда обязываю себя, я всегда обязываю себя понижать, понижать себя вот в плане реализации возможностей. Ну, к примеру, я могу купить себе сейчас, прямо сейчас что-то, но я могу себе объяснить, что я прямо сейчас это делать не буду. Ну, это как раз как бы сдерживание, ненасытимость. Да, да, дисциплина. И я для себя вывел такую вот... такую формулу или понятие, что такое похоть. Я учу об этом, говорю, где чувствую, что надо, или где меня спрашивают. Похоть всегда приносит в жертву что-то ради обладания тем, что ты пожелал. Как правило, это семья, как правило, это нужды близких людей. Во-вторых, наверное, это благотворительность, служение Богу, добровольные пожертвования, ледистины, кто как верит. Где-то, ну, мы же христиане, но я все равно это скажу, потому что аудитория разная. Где-то это ценности. То есть человек или лукавит, или ворует, или обманывает, или недоговаривает, что равно обману. А все остальное для меня платежеспособность. Если то, что я хочу приобрести или получить сейчас, желание вообще это нормально. Желание это хорошо. Бог сказал вообще, вы можете просить у меня народы в наследие. Это его пожелание к нашим молитвам или просьбам. То есть неограничено. Каждый раз, когда я чего-то хочу, я смотрю на то, чего мне это будет стоить. Если мне это будет стоить просто денег, это моя платежеспособность. И тут я решаю, купить или не купить. Иногда покупаю. В большинстве случаев нет. Я нахожу в себе, я даже не силы нахожу в себе, я нахожу в себе вот эту дисциплину, что я уравновешенный человек. Но если я прям хочу, я это покупаю. Но для меня важно всегда проанализировать, не будет ли это кому-то стоить чего-то. Не в ущерб другому. Не в ущерб другому. Не в ущерб, во-первых, семье. Тут сложно сказать во-первых, но я просто скажу это, уже сказал. Во-первых, семье. Во-вторых, это моему служению. Потому что семья это уже завет, а служение все-таки, в нем есть еще определенное решение или призвание. И не всегда служение из призвания. Иногда служение из желания. И для меня важно, чтобы не страдали основные ценности в моей жизни. Семья, служение Богу, благотворительность. Наверное, все. И если для приобретения того, что я вот желал, мне нужно или можно будет использовать просто мои какие-то способные средства, это моя платежеспособность, и никто не может меня за это осудить. Ни я сам в своей совести, ни Бог, ни общество. Ну, какое-то общество оставляет за собой право судить себя за то, в чем ты платежеспособен. Это всегда было. Наша страна вообще 70 лет от этого страдала. Когда какая-то часть общества решила, что нужно забрать деньги у богатых, раздать бедным, чтобы все стали бедными. Это трагедия. Поэтому я вижу, как мои дети, я уже проговаривал это, что кто-то мудрый сказал, что дети смотрят, внимательнее, чем слушают. И наши дети умерены в своих запросах. Сыну 19 лет исполняется, и он до сих пор не знает, он не то, что не знает, он не хочет, не видит в этом никакой необходимости. Парень 19 лет, симпатичный, современный, стильный, студент универа, он не может придумать, что ему надо. Это не значит, что у него все есть. Он взял это генетически, то, в чем я живу, и он находится в анализе сейчас. Но при этом я знаю, какой он щедрый. Я знаю, вокруг чего у него ценности. Какие у него есть решения, планы на год в смысле пожертвований. Его пожертвований для церкви, для Бога, для каких-то людей, дорогих ему сердцу, для его личного служения, потому что он уже в служении. Дочка так же. Хотя она девочка, и в ней вот это принцессское начало, оно только-только расцветает, но при этом я вижу, насколько она идет тем же путем. Это уже духовная генетика, если можно так сказать. И тут нужно доверять Богу. Я больше доверяю Богу, чем своему воспитанию. Поэтому, может быть, в чьих-то глазах я не в лучшей форме отец. Но я знаю, насколько я Богу доверяю, в том, чтобы он воспитывал детей, которые хотят быть с ним. Наш сын в 9 лет осознанно пошел, семинары прошел о водном крещении, и пошел сам, прошел водное крещение. Дочка тоже почему-то в 9 лет это сделала. Мы абсолютно об этом не говорили. У них есть взаимоотношения с Богом. У них есть их вера. И я знаю, что генетически в них попало то, как я живу. Мне это нравится. Супер. Ну что ж, будем переходить к более интересным вопросам. Как раз вот, как бы, вы как-то сказали, буквально недавно, что у вас зарплата в церкви меньше, чем зарплата у разнорабочего или у грузчика, у человека, который работает где-то в линейном персонале. Я примерно знаю, какие-то зарплаты. То есть, это сейчас в России 50-70 тысяч. Как вам удается жить вот таким образом, как вы живете? Может быть, вы тогда расскажете, какие у вас еще есть источники дохода. Каким образом у вас получается так жить? Ну, во-первых, у меня богатый родственник умер. Наследство, да? Классно. Конечно. Как у вас. Ну да. Я абсолютно убежден в том, что Бог с нами не заигрывал, когда говорил о том, что когда мы будем искать прежде всего Царство Божие, все остальное приложится вам. И он имел в виду все остальное. Он имел в виду все те бытовые вопросы, ту, скажем так, финансовую составляющую жизни, которая так или иначе нам необходима во своей. Мы обязаны иметь жилье, мы обязаны иметь средства передвижения, мы обязаны возить семью в отпуск, мы обязаны их одевать, кормить, воспитывать, обучать. Мы обязаны заботиться об их здоровье, что тоже стоит денег. И я буду, наверное, не честным до конца священником, если не покажу людям, что вера работает. А Бог будет не до конца Богом, если Он не покажет свою состоятельность. А еще Он наш Отец, Папа, который добрый, и Он не будет до конца честным, если Он не продемонстрирует свое отцовство. Иисус очень категорично об этих вещах говорил. Он говорил, когда ты больше заботишься о том, как тебе прожить на этой земле, то ты служишь мамонне. И это не про богатых людей, это про тех, кто слишком много заботится о том, во что одеться, о том, что есть и пить. Это по-человечески понятно, и это нормально. И в век гуманизма человек уже давно на престоле, на котором должен быть Господь Бог. Но Иисус в 2000 лет говорил это назад в религиозном вполне обществе, потому что это было актуально. Сегодня это не потеряло актуальности. Почему-то мы думаем, что служение мамонне или богатству это удел богатых людей, но при этом мы понимаем, что богатый человек абсолютно не озабочен то, что ему есть и то, во что ему одеться. Ты обеспеченный человек и ты можешь купить себе все, что ты хочешь. Но у тебя нет гардероба, как у некоторых поп-звезд. У тебя другие ценности. Ты можешь купить любую еду в этом городе, в любом ресторане, в котором ты хочешь. Но я думаю, ты сегодня, может быть, кушал не совсем деликатесы. Мы сегодня пиццу ели вот с ребятами. Потрясающе. На тонком тесте. Пока позволяю. Как повезло. И я думаю, что моя ответственность транслировать, во-первых, то, что слово Божье работает, чтобы вдохновлять людей. Я отказывался от серьезных бизнес-предложений. Один раз мне предлагали в управление экспортный бизнес с зарплатой в год трехкомнатная квартира. там бонусная система оплат труда была. От твоей эффективности со служебным автомобилем ландкрузером тогда, 20 с лишним лет назад. И я отказался, будучи волонтером в церкви, будучи служителем полного времени без зарплаты. И когда меня спросили, а на что же ты будешь жить, люди, которые предложили мне стать очень быстро миллионером, и не в отечественной валюте, я отказался. Я сказал, я буду служить Богу, потому что это мое призвание. Я знаю, что я способен быть предпринимателем и бизнесменом, ну я различаю между предпринимательством и бизнесом. Я способен, но я призван. И я говорю, извините, своим способностям, и я говорю, да, своему призванию. Даже если оно кажется неликвидным десятилетиями. А потом происходит то, что обещал Бог. Вдруг все тебе прикладывается. Как? Если я смогу это объяснить, то тогда это логика. Если я скажу, я не могу это объяснить, то тогда это вера. И при этом я оставляю себе возможности для того, чтобы использовать тот ресурс, который меня Бог благословляет. Как господина Жириновского однажды спросили на самое слабое звено была такая программа. Его спросили, на что вы живете? Он сказал, на пожертвования. И он сказал, это гражданско-правовые отношения. Когда люди, которым я важен, нужен и дорог, они делают добровольные пожертвования мне, чтобы я мог закрывать какие-то свои вопросы. И священнослужители во всех конфессиях, они живут не на церковные добровольные пожертвования, потому что на алтарь кладется для Бога, зарплату дает организация. А есть еще гражданско-правовые отношения, когда люди благодарные мне за какое-то участие в их жизни, это не райдерная часть, нет прайса на мои услуги, нет райдера на мое служение, на мои поездки, но благодарные люди, они могут делать мне свои добровольные пожертвования, это и в рамках совести, это в рамках действующего законодательства, и, конечно же, в приоритете это оговорено Священным Писанием. Апостол Павел в Новом Завете много об этом говорил. Я думаю, что в моей жизни так сработало, но я абсолютно не против, если священнослужитель находит время, чтобы где-то заработать, будь то ремесло, или какая-то профессия, или предпринимательство, или даже бизнес, я знаю, что есть очень успешные священнослужители, у которых есть очень серьезный бизнес, и в нашей стране есть такие священнослужители, у которых есть еще время, возможности, где это не конфликтует с призванием, у меня это конфликтует с призванием, я не смог, я очень предприимчивый, и я в советское время, такие были ярмарки солидарности, так называется, мы верили, что где-то в Африке каким-то детям нужна наша помощь, и мы делали подарки, продавали их в школе, и деньги отправляли в Африку, я говорил так, я ничего не умею делать, но я умею хорошо торговать, и это было целое шоу, когда вокруг моего стола собиралась вся ярмарка, и я продавал все, потом я продавал стол, и продавал стул, и продав все, я счастливый уходил, и да, в советское время мы были предприимчивые, мы что-то делали, мы как-то могли зарабатывать деньги, и я мог бы это прекрасно делать сейчас, и однажды я сидел, помню, и думал, вот вроде есть время, и вроде есть какие-то ресурсы, может быть, какой-то бизнес придумать, я через полчаса бросил это, у меня мысли все утекали в церковь, у меня все мысли утекали в царство Божие, в моем компьютере не осталось на жестком диске места для того, чтобы реализовать себя как предпринимателя, бизнесмена или коммерсанта, но это в моем случае, я живу верой, и это, еще раз повторю, это по совести перед Богом, это по закону перед государством, и самое главное, это по слову, которое Бог сказал о священнослужителях, и это работает. Анатолий, тогда вот кроме пожертвований, все-таки, какие конкретные есть, может быть, проекты или начинания, может быть, вы инвестируете куда-то, потому что все равно смотрят предприниматели, им это вообще абстракция, сверхъестественная вера, какие-то конкретные проекты все-таки есть? Да, конечно, я всегда искал партнерства, и консультировал предпринимателей, и обращаю всегда их внимание на то, что есть люди с ресурсами, но у которых нет возможности этими ресурсами работать, и вы можете хорошую коллаборацию иметь, чьи-то деньги и ваши способности равно всем хорошо. И Иисус сказал в Священописании «отдайте серебро торгующим, чтобы я, придя, получил прибыль». Для меня это всегда было таким ярким моментом и очевидным направлением в сфере предпринимательства, где точно, где точно, скорее всего, будет прибыль, если Иисус сам об этом говорит, потому что торговля сама по себе неубыточна, то есть ты как минимум в своем останешься в любом раскладе, это нужно быть вообще полным идиотом, чтобы прогореть в торговле. Как в том анекдоте, напомните, аттракцион сделал вход рубль, выход 2, не знаю, где прибыль, но обороты бешеные. Обороты бешеные. И естественно, я в каком-то моменте начал обращать внимание на тех ребят, которые бы могли какими-то моими ресурсами поработать себе во благо и мне в помощь. Потому что я много занимаюсь благотворительностью, я 51% своего прямого дохода отдаю сразу, не считая всех других возникающих желаний кому-то и чем-то помочь. 51% контрольный пакет мне не принадлежит. И я являюсь в одном предприятии генеральным директором, это связано с торговлей, и еще в одном предприятии я имею партнерские отношения. Это вполне нормально. Это такой же бизнес инвестиционный, как любой другой. Кто-то работает головой и руками, кто-то работает деньгами. И то, и другое равнозначный труд или неравнозначный в рамках договора. У нас равнозначный 50-50. У кого-то это может быть в рамках договора, это абсолютно свобода выбора и право каждого определять не только степень участия друг в друга, но и степень получения дивидендов. Поэтому говорить о том, что есть ли у меня бизнес, есть, занимаюсь ли я сам им, нет. Являюсь я сам предпринимателем, да, но опять же детали, детали, и это нормально. Было время, не было возможностей. Появились возможности, я сразу это использовал. Я верю в то, что время и случай для всех. И упускать моменты, наверное, глупо, потом жалеть будешь. Да, это очень классный момент, потому что есть всегда разные слои. Есть слой, когда человек просто работает в найме. Есть слой, когда он честный способ зарабатывания денег. У нас же канал по-честному, то есть первый найм. Человек работает найм и продает свое время. Потом есть формат, что человек самозанятый становится. Лучше простой, но работающий на себя, как Соломон говорит. Потом третье это бизнес. То есть человек строит бизнес, но он все равно в найме работает в своем бизнесе. На позиции менеджера по продажам или директора или еще следующая история. Это инвестиционная. То есть когда ты вкладываешь деньги, ты уже покупаешь время и силы других компаний. пятый уровень, я о нем тоже часто говорю, это посвящение. Если тут сверхъестественным образом тебе приходят деньги. Поэтому мне здесь все вполне понятно. Думаю, для зрителей тоже сейчас. Потому что если было как вы сказали на одном эфире вороны приносят, это многим непонятно. Про это мы тоже поговорим. Вы много вкладываетесь в медийку. То есть вообще в медийную историю. Почему? Потому что это актуально уже вчера. Телевидение существует, если мне память не изменяет, десятков лет. Скоро наверное будет уже с 50-х годов. С 74-80 лет. Да. То есть уже это три четверти столетия. И если говорить насколько актуально сегодня иметь медиа служение в церкви, наверное надо вспомнить первый советский телевизор, который изменил общество. КВН такой телевизор был с маленьким кинескопом, у которого собиралась вся улица, если он был у одного человека. То сегодня Ютуб в каждом кармане или Рутуб. Сегодня Дзен в каждом кармане, сегодня подкастные разные площадки в каждом кармане, медиа служение сегодня в кармане от младенца до бабушки и дедушки. И если мы хотим как Иисус сказать быть посланы до края земли, то нам нужно попасть в каждый смартфон. Сегодня это не просто прийти и постучаться в каждый дом. Есть гораздо менее затратная возможность попасть в каждый дом. Это попасть в каждый смартфон. И мы понимаем насколько это актуально, насколько это важно. Поэтому мы много лет вкладываем медиа служение, мы делаем хороший качественный контент, мы много лет работали над картинкой, чтобы быть на уровне мировых трендов протестантских церквей. У нас есть договоренность в команде, что мы смотрим на тренд, равняемся на тренд, тянемся максимально на уровень существующих трендов, но если Бог окажет нам честь стать трендом, мы в смирении попробуем это сделать. И сейчас, когда мне показывают сравнительно картинку с наших богослужений и с одной из известных сегодня по всему миру христианских общин, мы видим разницу только в лицах за кафедрой. Когда меня спрашивают, к чему трата сия, я говорю так, что мы хотим, чтобы красота и достоинство церкви, как невесты Иисуса Христа, было очевидно, что церковь это не что-то архаичное, отсталое, серое, убогое, это вполне себе современное, здравомыслящее, имеющее актуальное послание, часть общества. И сегодня контент, грамотный медийный контент, он показывает то, на какой социальной площадке себя церковь позиционирует. И еще немаловажное это уважение к тем людям, к которым ты послан. Мы прекрасно проповедуем наркоманам в притонах без всякого медиаслужения, но мы понимаем, чтобы дотянуться до очень занятых людей, которые иногда случайно могут вдруг в ленте нарваться на твой контент, мы можем их приятно удивить и привлечь. Привлечь качеством, привлечь актуальностью, современностью, стилем в том числе. Это важно. Как сказал Тиэл Осборн, он уже на небесах, это самый массовый евангелист 20-го столетия, он был своего рода новатор в евангелизационном служении, он первый стал гонимом за то, что он начал снимать на видео, на кино камеры своей евангелизации, он говорил так, я исторически связан с его служением, к сожалению, он уже на небеса ушел тогда, но с его преемниками я несколько лет трудился вместе, и он говорил так, если бы у апостола Луки был бы фотоаппарат, мы имели бы новый завет с фотками, и это было бы прикольно, и его гнали за то, что он использовал кино камеры, сегодня, слава Богу, большинство церквей, сегодня, если мы посмотрим на то, сколько контента у русской православной церкви, качественного, грамотного, и в блогосфере, и на уровне интервью, у них прекрасные интервьюеры, у них прекрасно говорящие, какие-то ключевые лидеры мнений, то сегодня в протестантской церкви тоже должны появиться вполне адекватные, понятные, раскованные, на уровне позволенного рамками священного писания, молодые, не очень люди, которые будут транслировать и свои вероубеждения, и без медиаслужения это невозможно, у нас сегодня вокруг контента вся молодежь, всем нравится это, им нравится делать тикток, им нравятся все эти штуки, рилсы, сторисы, и все это держаться в тренде, и это потрясающе, мы хотим, мы хотим как Иисус быть везде, что Он пришел туда, куда религия не шла, я очень рад, когда смотрю на служителей Русской Православной Церкви, которые сегодня, сохраняя свою идентичность, приходят в блогосферу, и достаточно влиятельны там, и очень интересны, я смотрю их контент, он интересен, правда, я также хочу, чтобы мой контент был интересен. Супер, как раз у всей медийки, я это сам пережил, да, я в 15-м году начал, когда блог, бизнес по-христиански, да, вот уже 9 лет я его веду без остановки, и в один момент я проснулся утром, да, зашел в комментарии, там было там исчадие ада, злостный служитель Мамон, и все вот это, да, и я сначала так опешил, думаю, что ж мои братья и сестры, ну, как бы, да, делаю, то есть, и вообще не зная каких-то там мотивов сердца и прочего, люди просто, как бы, да, ну, что-то говорят, и здесь вот я выписал несколько комментариев про вас, как бы, да, готовы услышать, ну, я думаю, вы что-то уже слышали, главный стяжатель всея Руси, гламурный апостол, служитель Мамоны и прочие эпитеты, которые я нашел в комментариях в интернете, что вы об этом скажете, почему так про вас говорят? И ныне исполнилось Писание, горе вам, если все будут говорить о вас хорошо-хорошо, я, во-первых, во-первых, когда-то мне в христианском детстве говорили, что есть не писаная одиннадцатая заповедь, не оправдывайся, никто из нас не обязан, как ты прекрасно заметил, что о мотивах сердца никто не знает, о глубине твоей жизни, о закулисье, о вот этом бэкстейдже, который известен только тебе, твоей семье и самым близким людям, никто не знает. Рассказывать это людям без запроса тоже нет интереса. Любой человек, который бросается такими словами, он ни разу не поговорил со мной лично, он ни разу не поговорил с людьми, которым я служу лично, он абсолютно далек от того, как выглядит современная церковь. Если говорить о стяжательстве, то, что вы имеете в виду, то, что я забираю себе те добровольные пожертвования, приношения, которые люди дают Богу, на богослужениях, даже которые я провожу, то это абсолютно противозаконно, это безбожно и противозаконно. Любые добровольные пожертвования, а принцип абсолютной добровольности у нас стоит во главе всего в нашем собрании. мы обязываем по-хорошему людей слышать то, что мы говорим, а говорим мы то, что если вы не хотите сделать это добровольно, вам лучше этого не делать, потому что это может даже душе повредить, потому что доброохотно дающего любит Бог. Служитель Мамоны, я уже сказал, обратите внимание на шестую главу Матфея, Иисус говорит, Мамоне служит тот, кто заботы житейские, заботы об одежде или о еде, о насущных проблемах поставил выше, чем поиск Царства Божьего, чем служение Богу. Я 22,5 года, по милости Бога, в служении полного времени и ни разу я не оставил служение, будучи нищим, для того, чтобы закрыть свои насущные вопросы. Ни разу. При этом я служил людям, брошенным, покинутым, никому не нужным. У нас бесплатное служение духовного восстановления, у нас нет рабочих домов, у нас нет бизнеса, в котором работают ребята, которые находятся на восстановлении. И это не на церковный бюджет делается, это до сих пор наша личная благотворительность, это наше личное самарянство, если можно так сказать. А как это выглядит, это два дома, которые мы построили по 700 квадратных метров, не имея своего собственного жилья. И собирая по притонам эти гниющие тела, некоторых мы на матрасах прямо забирали и увозили, чтобы по дороге не расплескать. Сегодня у них семьи, бизнесы, детки, и они прекрасные социализированные граждане нашей страны. И мы все это делаем годами, 20 лет, и это делаю уже в Тольятти, не взяв ни копейки ни с кого. У нас запрещено брать деньги даже от родителей, которые хотят их дать. Мы им предлагаем, если вы хотите быть благотворителями, можете прийти в любую церковь и сделать пожертвование, или можете найти любой благотворительный фонд и сделать пожертвование. Но мы хотим, чтобы это оставалось нашим правом делать добро. Если это стяжательство, то я стяжатель. Когда ты содержишь 100 абсолютно незнакомых тебе ребят ежедневно на свои деньги, если это стяжательство, то я стяжатель. Если отдать свою квартиру, чтобы купить землю и построить дом, в котором церковь будет проводить свои собрания, то, наверное, это стяжательство. Если отдавать свою машину не раз, то, наверное, это стяжательство. Если жить вместе с этими ребятами годами в одном доме, продолжаем служить, потому что свою квартиру, еще раз повторю, ты продал, чтобы купить землю и построить молитвенный дом, то, наверное, это стяжательство. Я не знаю, что имеют эти люди под словом стяжательство. Если им что-то кажется, в народе говорят, когда кажется, можно покреститься, чтобы развидеть эти образы. Но еще раз повторю, со мной никто не поговорил ни разу. На предложение к некоторым своим хейтерам, когда я еще пытался с ними иметь диалог какой-то, очень быстро от этого отказался, на предложение приехать в наше служение и поговорить с людьми, с теми семьями, которые построили дома в нашем служении, с теми ребятами, которые прошли восстановление, сегодня потрясающий, имеют образ жизни, и гражданский, и христианский. Ответа не последовало. Никто не заинтересован в том, чтобы смотреть за кулисы. Причем я сказал, если вы сможете после этого в чем-то меня обвинить, сделайте это смело. Но если вы увидите другую сторону картины, то тогда, пожалуйста, скажите об этом тоже вслух. Гламурный? Да, я такой. Но что такое гламур? Гламур — это мода, это стиль, это свежесть, это показать снаружи свой внутренний мир. Я Иосиф, который ходит в разноцветных одеждах. В том сезоне покрашенная одежда была очень дорогой. И Иосиф выделялся среди всех своих братьев, и он выделялся, потому что это было желание его отца. Я думаю, нет ничего плохого в том, чтобы быть стильным. Я не думаю, что... Мне очень нравятся яркие люди, мне очень нравятся стильные люди, но я люблю всех людей. И это вопрос личного вкуса, это вопрос личных предпочтений. Кто-то, как я, любит пельмени, кто-то их ненавидит. Я люблю современную, стильную, комфортную, приносящую душевные какие-то переживания одежды. Я люблю. Если кто-то не любит, это его право. Если я платежеспособен, чтобы следить за своим стилем, это мои возможности. Но я никому не навязываю ни свои вкусы, ни свои предпочтения, ни свои убеждения. И даже мои вероубеждения не требуют, не звучат как обязанность или обязательство. В нашей церкви, наша церковь, это несколько сотен человек в районе тысячи. Там нет второго Гельманова. Даже второго нет. А говорить о том, что это тысяча Гельмановых, да с одним еле справляются в христианском сообществе. Второго бы просто не выдержали. Я личность, я персона. Таковым меня сделал Бог. Я его сын. И я это я. Недавно я косил газон и услышал такую мысль, что религия вообще обезличивает персону. Говоря, все Бог, все Бог, все Бог, все Бог. А Бог говорит в 11 главе евреям, вот человек, вот человек, вот человек, вот человек и вот человек. И я отстаиваю свою персону. Но при этом никто не знает, как я хожу перед Богом, кроме Бога. Это моя тайна. Это мой интим. И туда лезть вообще никому не надо. Библия учит очень категорично. По плодам их узнаете. По плодам. У меня была такая история. Я посадил плодовые деревья, посадил абрикос, черешню, грушу и яблоню. И я подготовил ямы правильно для того, чтобы их посадить. И срочно улетел куда-то служить. И попросил ребят, говорю, просто закопайте, приедьте. Вот, говорю, груша, вот яблони. Грушу сюда, яблони сюда. Они все это сделали. Прошли 3-4 года. И в прошлом летом я вдруг увидел, что появляются плоды на одном дереве. И это груша. И я пишу одному человеку, у него ландшафтная фирма по ландшафтному дизайну. Он меня консультирует в разных вопросах. Я ему пишу, прикинь, вообще у меня груши будут в этом. И я шлю ему фотку. Он мне пишет, пастор, это не груши, это яблони. А я говорю, как, это груша? Я ее сам сажал. Ну как сам? Я показал, куда сажать. Я полез в интернет, я нашел груши такую форму. Я ему присылаю. Я говорю, смотри, вот сорт такой. Он говорит, пастор, листья. Не форма плода, листья. И я загуглил, и я понял, русский человек смог это снова. Где, говорит, два шарика? Один сломал, другой потерял. А они в двух ямах перепутали два растения. И я три года верил, что это груша. Но это оказалось яблони. В этом году и груша зацвела, и абрикос зацвел, и черешня зацвели. Там ошибок уже нет. По плодам это по плодам. По плодам это не по домыслам, не по своим предположениям, не потому, что ты считал или тебе показалось. И уж тем более не по вырванному из контекста. Все, кто хотят узнать, как по-настоящему, welcome to Timofei Eivko Village. Я приглашаю каждого, кто посмотрит этот подкаст, и кому будет интересно побывать в нашем служении. Мы абсолютно открыты, у нас постоянно кто-то в гостях. Можно приехать. Меня почти всегда дома нет. Поговорить с людьми, посмотреть на то, что делает Бог. Посмотреть на то, что делаем мы для Бога и для людей. И если после этого останется такое же мнение, что я великий стяжатель, не проблема. Это право каждого человека. Но я думаю, люди увидят абсолютно другое. Есть одно духовное правило у протестантов. Оно звучит так. Соло гратия. Только благодатью. Если убрать благодать, ничего не останется. И почему тогда до сих пор? Церковь большая. Почему до сих пор люди любят меня в церкви? Почему до сих пор наркоманы идут в наше бесплатное служение и живут в нем годами и освобождаются от наркотиков и служат Богу вместе со мной? Почему до сих пор Бог проявляет себя через такого антихриста, как Гельманов? Я думаю, что Бог своей славы никому бы не отдал, кроме своих детей. Потому что Иисус молился славу, которую дал мне Отец. Я молюсь, чтобы она была на вас. И там еще какое-то слово было, кроме гламурного стяжателя. Как-то там... Ну, про Мамону. Ну, там много на самом деле всего. Про Мамону я уже сказал. Прочитайте внимательно шестую главу Матфея. Иисус говорит, Мамоне служит тот, кто озабочен только тем, чтобы набить свой желудок и одеть свое тело. У меня нет проблем с этим. Я иду вообще сам себе в лесу. Я решил, что... Почему бы нет, почему бы не попробовать себя и в этом? У меня абсолютно никогда не было фокуса на это. Никогда. Ни на шмутки, ни на вот эту потребительскую корзину. Я очень... Меня постоянно пытаются накормить почему-то где-то в поездках. И они удивляются, почему я не ем. Почему... Почему я мало ем. Ну, для меня это не ценность. Это жизненная необходимость. Все остальное – это мои покупательские способности. То, что я могу себе позволить, я это покупаю. Если это не идет в рамках похоти, в отношении которой я очень бескомпромиссен. Я продолжаю любить Иисуса. Я продолжаю желать близости с Ним. И я молюсь о том, чтобы увенчал меня конец моего пути. Я был однажды на служении Питера Вагнера, такой божий генерал был. Он как раз последний год был живой. И я по стечению обстоятельств через голос Божий оказался на конференции, где он служил. И эта проповедь стала ключевой для меня. Он проповедовал о том, что у христиан есть потрясающие планинги. И у них шикарные ежедневники. Они планируют день, неделю, месяц, год и даже пять лет. Но планировать надо закончить хорошо. И меня тогда потрясло, как точно он показал мой личный фокус. Он сказал, у тебя должен быть план закончить хорошо. Потому что у многих людей был хороший план в процессе. Но они закончили плохо. И тебе нужен план на финал. И я стараюсь жить финалом своей жизни. И я хочу в финале жизни видеть хорошо, добрый и верный раб. Войди в радость господина своего. Моя мечта. Цель – видение. План как угодно. Друзья, подкаст с Анатолием получился очень содержательным. И мы разделили его на две части. Поэтому обязательно подпишитесь на канал. Поставьте напоминание. И вторая часть выйдет уже скоро. Следите за анонсами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok